Итак, всем привет! Имею вот такую вот камеру. Это DOT LS430W модель. Неплохая камера. Первый год служила просто прекрасно, а потом в какой-то момент просто умерла внутри батарейка. Я попробовал поставить сюда батарейку от старого вертолётика, маленького на радиоуправлении, но она оказалась слишком уж китайской, я бы так сказал. То есть она не работает. Значит, сейчас я сниму видео, как заменить здесь батареечку. Потому что, в принципе, она здесь не нужна, как бы вроде, да, потому что питается при включении зажигания, то есть питается от автомобиля. Но последний файл бывает портится из-за некорректного выключения камеры. Поэтому мне нужно, чтобы она секунд, там какое-то определённое количество, 15-30, может, до минуты, да, работала после выключения зажигания, и дальше она корректно сама завершает работу. Значит, приобрёл я вот такую вот батареечку. Вот так вот она выглядит. Значит, 3,7 вольта на 240 мАч. Это вполне, в принципе, достаточно для этой камеры. Вот. Значит, приступаем к разборочке. В первую очередь мы раскручиваем здесь вот 4 винтика. Насколько я помню, здесь, возможно, с какой-то из сторон может быть наклеечка. То есть её надо будет просто снять, и 4 винтика под крестовую тоненькую отверточку они снимаются. Под этой платформой находится модуль GPS. Вот. Камера имеет GPS. То есть она пишет вашу скорость, она пишет ваши координаты, ваше местоположение. Ну, естественно, если вы включите эту опцию. На экране камеры этого не видно, этих данных. Но когда вы проигрываете видеоролик, записанный камерой на компьютере, то там эти данные имеются. Значит, вот так это снимается. Вот таким вот образом. Вот здесь вот находится ваш GPS. Далее, далее. Мы откручиваем вот эти вот винтики. Для того, чтобы нам не мешало ничего снимать, раскрывать корпус. То же самое. Просто тоненькой отверточкой. Крестовой. Вот так вот это все выглядит. Надеюсь, вам видно. Так. В сторону. Это можно, в принципе, не откручивать, но для того, чтобы вот здесь удобно было разъединять камеру по стыку. Видите? Лучше, конечно, их приоткрутить. Вот. В принципе, они не выпадают. Так что это... Дальше. Обязательно вытащить флеш-карту. И начинать раскрытие, значит, с какой-либо из сторон. Либо с... Желательно, конечно, начинать вскрытие со стороны, где у нас уже есть, да, так сказать, куда мы можем подобраться чем-нибудь пластиковым. Можно использовать металл. Можно я вот использую старую. Вот ребенка. Старую карточку медицинского покрытия. Вот она уже просрочена. Значит, просто прохожу по периметру камеры и просто отщелкиваю, расщелкиваю по всему периметру. Вот так вот. Пытается включиться. Видите, батарея типа, значок. Батареи нету, и она, в принципе, сейчас и сама выключится. Вот. Нигает надпись, что маленькая батарея. И вот так вот происходит. В машине она вообще бывает просто включается, выключается, включается, выключается. Знаете, не хватает заряда у батарейки для того, чтобы корректно завершить работу, и камера постоянно перезагружается, чтобы такую работу корректно завершить. Вот. Значит, снимаем аккуратненько вверх. Вот так это выглядит. Вот так выглядит батарейка, которую я уже менял. Вот она. Значит, я ее посадил на тейп двусторонний. Вот. Вот сюда вот просто наклеил кусочек тейпа. То есть, какой-то скотч, да, двусторонний. Значит, каким образом это происходит? По-хорошему, вроде как, мы должны отпаять, значит, вот здесь два контакта плюс-минус, и припаять вот эти вот провода. Но здесь слишком все тоненькое, да, и я не хотел сюда лезть, поэтому я просто откусил старую батарейку. Вот. Откусил вот этот разъем новой типа батарейки. Вот. И просто спаял провода. Намотав сверху чуть-чуть изоленту. Но я, в принципе, подозревал, что у меня это будет все временно. Вот. Поэтому я тут особо не заморачивался. По-хорошему, здесь можно было бы термоусадочку поставить, сделать все более так цивилизованно, но я этого делать не стал. Ну, сделаю сейчас. Очередной раз откусываем проводочки. Снимаем ненужную изоленту. Значит, что я сейчас сделаю? Я сейчас откушу здесь провода, зачищу эти провода и просто спаяю одно к другому, и после этого мы вернемся к нашему видео. Так, значит, вот таким образом оно припаяно. Вот. И сюда я просто одену термоусадочку у нас сами соединения. Вот. И после этого я их нагрею просто зажигалкой. И не надо будет никакой после этого уже изолентой. Можно использовать фен, можно использовать специальную зажигалку, но мне лень за ней идти. Вот таким образом. Сейчас оно остынет, станет жестким. Так. Значит, теперь. Теперь надо придумать, как эту батареечку... Так, вот она уже готова, в принципе. Как эту батареечку уложить? Значит, она сама вся в полиэтилене, так что ее изолировать не надо. Она ничего у нас не замкнет, и я думаю, что я ее просто вот так вот по кругу положу прямо на вот это старое место. вот таким вот образом как-нибудь прямо на этот старый скотч. А проводочки заведу... Проводочки заведу за кнопочки. Вот таким образом оно нам не будет мешать и будет прекрасно там себя чувствовать. Вот так вот. Вот, в принципе, и все. Я не знаю, кстати, заряжена ли батарейка. Можно это проверить, нажав кнопочку включения. Так, камера включилась. Что мы видим? Камера работает, два деления батарейки показывает, как вы можете видеть. Да? Видно? В верхнем правом углу два деления батарейки показано. То есть, в принципе, все работает. Можно собирать предварительно, выключив камеру. Есть. Вот так вот. Проверяем, садится ли оно на свое место. Не забываем заправить проводочек. Вот. чего-то мне кажется, что мешает. Что именно мешает, пока не знаю. Сейчас увидим. Надо чуть-чуть сюда в сторону убрать эту. вот так. Просто все защелкиваем. Собираем. Дальше прикручиваем все просто на место. и таким образом еще раз перепроверяем после закрытия. Все работает. Уже показывает одно деление. батарейка новая, поэтому это нормально. Настройки все сбросились, конечно же. Без батарейки год 2000. Смешно. Так. Ну, все. Значит, если интересно будет обзорчик и отзывы по этой камере, как она снимает, в принципе, пишите комментарии, я это сделаю. Ссылку на батарейки, где можно купить на Алиэкспресс, я оставлю. Потому что, несмотря на то, что я покупал в местном магазине, цена вопроса 10 долларов, но я заказал у них онлайн и посылка шла из Китая. То есть, я так понимаю, что на Алиэкспресс можно купить то же самое. Всем удачи, всем пока. Кому было, возможно, полезно или интересно, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok